Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер всем зрителям телеканала Домашний. Мы рады вновь приветствовать вас в программе «Свой дом». Ну что, на улице холодно, а в своем доме всегда тепло и уютно. Да, на этой неделе в некоторых регионах России уже выпал первый снег, так что настало время утепляться, зажигать огонь в камине и наслаждаться снежной красотой из окна своего собственного загородного дома. Сегодня в 307-м тираже «Жились внутри» мы будем разыгрывать 20 загородных домов и тысячи денежных призов. И призовой фонд 307-го тиража «Жилищного три» составляет 31 миллион 382 тысячи 50 рублей. Ну а гарантированный суперприз тиража – 200 миллионов рублей. И мы запускаем «Лототрон». Призовой фонд первого тура – 210 тысяч рублей. Я напомню правила первого тура. В нем выигрывают билеты, в которых все пять чисел любой горизонтальной строки верхнего или нижнего игрового поля. Раньше другие совпадают с номерами шаров, которые выдаст «Лототрон». Но более подробно знакомьтесь с правилами «Жилищного три» и вы всегда можете на сайте «столото.ру» и на лотерейных билетах. Мы ждем первый шар первого тура. Номер тиража «Жилищного три» и «Жилищного три» и «Жилищного три» и «Жилищного три». 59. Номер 59. 16. Шар номер 16. Продолжаем первый тур. 84. 84. Стоп игра! Стоп игра! В первом туре выиграли два билета, приобретенные в Московской области и Республике Татарстан. Каждый из победителей выигрывает 105 тысяч рублей. Поздравляем вас. Отличный выигрыш! Затем скоро мы приступим к розыгрышу загородных домов. Ну а прямо сейчас мы с вами отправляемся в гости к певице, композитору и актрисе Наталье Власовой. Про себя Наталья рассказывает, что терпеть не может грязную обувь и незакрытые ящики. При этом она обожает цветы и коллекционирует картины. Что же, посмотрим, как она живет. Я у твоих ног. В начале нулевых этот шлягер играл практически из каждого утюга. Именно он принес всероссийскую известность и любовь поклонников певице и композитору Наталье Власовой. Одноименный диск певицы был продан тиражом более 100 тысяч копий. Благодаря этому Наталья смогла приобрести себе замечательную квартиру в самом центре столицы, где живет и сегодня. Когда мы покупали квартиру, была возможность купить квартиру в три раза больше, но я сказала, что хочу жить здесь, хочу видеть именно этот вид из окна. Знаете, для меня очень важно, чтобы, особенно в центре, это очень-очень редко, когда окна не в окна, да, когда какой-то сквер, деревья или просто вообще небо. Это очень-очень редко и у нас это именно так. Ремонт в просторной двушке делался не раз. Неизменным оставался лишь стиль звездного жилья. Классика. Пастельные тона визуально увеличивают пространство в коридоре и в комнатах. Черные и серые акценты в украшении интерьера выгодно подчеркивают стиль. Я дома все придумала, выбрала, мне привезли домой, все абсолютно готовое, за 15 минут повесили, вот, готовое такое настроение. Предметом гордости певицы является гардеробная. Здесь уместились концертные платья и одежда в стиле кэжуал, а также нашлось место и для десятков пар туфель. Уют в квартире создает дизайнерская мебель, например, черный комод с серебряной отделкой, люстры, привезенные на заказ из Италии и множество подушек, выполненных из шелка и бархата, а также хрустальные вазы, подсвечники и, конечно, живые цветы. У меня в доме магазин цветов, я туда захожу и просто несколько роз, желательно сломанных, потому что мне жалко ломать целые, там уже все мои знакомые мне готовят заранее розы, которые сломались, но обязательно свежие и красивые. И, в общем, и это красиво везде, около кровати, на туалетном столике, как я уже сказала, в ванне, у раковины. И вот так вот завтракаешь, играет любимая музыка, и любимые люди, тарелочки, в общем, это божество. Ну что же, чисто все ящики закрыты, много цветов и картин. Слова Натальи не расходятся с делом. Но, впрочем, как и у нас, мы обещали розыгрыш 20 загородных домов? Обещали? Да! Так вот, начинаем прямо сейчас. Напомним вам правила второго тура. В нем выигрывают билеты, в которых 15 чисел верхнего или нижнего игрового поля. Раньше другие все упадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Запускаем лототрон. 24. Номер 24. Внимание. Следующий ход, десятый. Это значит, что прямо сейчас может быть разыгран гарантированный суперприз жилищного трея, который составляет 200 миллионов рублей. Суперприз может выиграть тот, кто за первые 10 ходов зачеркнет все 10 чисел любых двух строк и грабут полей. Мы ждем десятый шаг. 54. Номер 54. Гарантированный суперприз жилищного трея сегодня не разыгран, но не стоит расстраиваться. Суперприз в размере 200 миллионов рублей вы можете выиграть до конца ноября. Мы продолжаем второй тур. 32. Номер 32. 72. Номер 72. 57. Номер 57. 6. Шар номер 6. 41. Номер 41. 79. Номер 79. 26. Номер 26. 19. Номер 19. 37. 37. 67. Номер 67. 20. Номер 20. 11. Номер 11. 53. Номер 53. 70. Шар номер 70. 62. Шар номер 62. Шар номер 62. 98. 78. Номер 78. 17. Номер 17. 52. Номер 52. 88. 88. 43. Шар номер 43. 90. 90. 85. 85. 85. 5. Номер 5. 29. Номер 29. 64. 64. Шар номер 64. 13. 13. Номер 13. 76. Номер 76. 83. Номер 83. 75. 75. Номер 75. 81. 81. 81. 60. Шар номер 60. Пока нет победителя. 47. Номер 47. И стоп игра. Стоп игра. Во втором туре жилищной нутрии удача сопутствовала нашему участнику из Орловской области. Вы выиграли загородный дом. Мы желаем вам тепла, любви и света в новом доме. Кстати, о свете. Большому дому нужно правильное и хорошее освещение. Чтобы глаза не уставали, чтобы все было экономно и экологично. Как правильно подобрать лампочку для своего дома, прямо сейчас мы с вами узнаем. Мы уделяем крайне мало внимания привычным вещам, которые нас окружают. Хотя зачастую именно они являются определяющими в создании атмосферы и уюта в нашем доме. Даже простые лампочки выбирать нужно вдумчиво. Сегодня на рынке существует 4 вида ламп. Самая распространенная лампа накаливания. Стоит дешево, служит мало, около года. Она дает нам в виде света не более 10-15% потребляемой энергии, остальное преобразуется в тепло. Галогенная лампа, она прослужит 2-3 года, но у нее есть серьезный минус. Она сильно греет окружающее пространство, что значительно сокращает диапазон ее применения. Энергосберегающая лампа соответствует своему названию и действительно помогает сократить затраты на освещение. Однако требует специальной утилизации, поскольку содержит ртуть. Самая инновационная и обладающая наибольшим количеством преимуществ по сравнению с другими лампами – светодиодная. Она отличается наибольшим сроком службы – до 25 тысяч часов и может экономить до 85% расходов на освещение. Кстати, при выборе лампы обязательно обращать внимание на ее интенсивность. Это цифры. К примеру, лампа 2700 кельвинов имеет теплый свет, 4000 нейтральный и 6500 – холодный дневной свет. Я рекомендую для гостиной и спальни использовать лампы, излучающие теплый свет, для создания атмосферы уюта. Холодный свет, наоборот, предпочтительный в кабинете, поскольку он помогает сконцентрироваться. От правильного выбора лампы зависит многое. Прежде всего, качественные энергоэффективные лампы могут существенно снижать затраты на освещение. Кроме того, лампа может служить элементом декора, а ее свет, в зависимости от выбора цветовой температуры, подарит чувство тепла и уюта. Или, наоборот, будет бодрить и тонизировать. Кажется, что сегодня мы знаем все о том, как устроена лампочка и откуда там свет. Но и в 21 веке остается много всего неизвестного, я бы даже сказала темного. В городке Ливермор, в Калифорнии, на пожарной станции горит самая обычная лампочка беспрерывно уже 117 лет. Да-да, впервые ее зажгли летом 1901 года. Лампочка занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Ну, а я добавлю, что технически, кстати, это вполне возможно, потому что лампочка работает на малой мощности, всего 4 ватта, используется лишь для ночного освещения. Но все равно, согласитесь, это довольно удивительно. А вот что неудивительно, так это выиграть загородный дом в жилищной лотерее. И сейчас мы переходим в следующий, третий тур и продолжаем розыгрыш загородных домов. В третьем и последующих турах выигрывают билеты, в которых все 30 чисел обоих игровых полей раньше других совпадут с номерами шаров, которые выдаст лототрон. Запускаем лототрон. 77. Номер 77. 21. Шар номер 21. 21. 15. Номер 15. 2. Шар номер 2. 9. Номер 9. 36. Номер 36. 56. Номер 56. 44. Шар номер 44. 86. Номер 86. 18. Номер 18. 3. Шар номер 3. 55. Номер 55. 74. 74. Номер 74. 28. Шар номер 28. 31. Номер 31. 8. Номер 8. 87. 87. Номер 87. 89. Номер 89. 30. Шар номер 30. 10. Номер 10. 40. Номер 40. 61. 61. Номер 61. И стоп игра. Стоп игра. В третьем туре выиграли два билета, приобретенные в Ярославской и Тверской областях. Каждый из победителей выигрывает загородный дом. Поздравляем вас. Переходим в следующий, четвертый тур. Продолжаем розыгрыш загородных домов. Запускаем латодрон. 7. Номер 7. Стоп игра. Стоп игра. В четвертом туре удача сопутствовала нашему участнику из Москвы. Вы тоже выиграли загородный дом. Принимайте поздравления. Переходим в пятый тур. Продолжаем розыгрыш загородных домов. Запускаем латодрон. 39. Номер 39. Стоп игра. Стоп игра. В пятом туре выиграли пять билетов. Два из них были приобретены в Москве, а остальные в Краснодарском крае, Приморском крае и Кабардино-Балкарской республике. Каждый из победителей выигрывает загородный дом. Переходим в следующий, шестой тур. Нам осталось разыграть еще 11 загородных домов. У вас все впереди. Запускаем латодрон. 45. Номер 45. Стоп игра. Стоп игра. В шестом туре выиграли шесть билетов. И снова два билета были приобретены в Москве, остальные в Санкт-Петербурге, Московской, Кемеровской областях, а также Краснодарском крае. Каждый из вас становится обладателем нового загородного дома. Невероятное везение. Переходим в седьмой тур и пять загородных домов остается в розыгрыше. Запускаем латодрон. 50. Шар номер 50. Стоп игра. Стоп игра. В седьмом туре выиграли 11 билетов. Стоимость оставшихся на сегодня пяти загородных домов делится между этими победителями. Таким образом, каждый из них выиграл 409 тысяч 90 рублей. Солидная сумма. Мы вас поздравляем. Везет же людям. Говорим мы, когда удача приходит часто, но не к нам. Так можно сказать о семье Васильевых из Санкт-Петербурга. Они умудрились выиграть дважды за один день. Между прочим, этот выигрыш не случайность. У семьи Васильевых есть свой секрет привлечения удачи, которым они с нами обещали поделиться. Давайте посмотрим. Санкт-Петербург. Город не только ослепительно красивой архитектуры. Как писал мистик Достоевский, редко где найдется столько странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Действительно, здесь писались шедевры русской литературы и живописи. Да, здесь каждый, независимо от происхождения или профессии, однажды раскрывает в себе множество талантов. День 2 сентября, эту дату помню я. В этот день простой осенний, у меня ведь день рождения. Надежда Васильева – успешная бизнес-вумен. Она управляет собственным салоном красоты. Но на досуге к ней приходит вдохновение, и Надежда рисует и сочиняет стихи. Ее мама Валентина Васильевна вяжет удивительные вещи. У старшей дочери уже проявился актерский талант. У младшей – дар воятеля. Но это еще далеко не все. Вообще по мелочи мы всегда играли. То было бы в моментальную какую-то лотерею там. Обычно выигрывают 25 рублей. У меня было, что я и 2000 выиграла. Бабушка тоже в моментальную лотерею подойдет, поиграет, постирает. У нас опять что-нибудь выиграла. Своё положила, ещё сверху что-нибудь. Да я играла вот, где билеты беру на улице. Там играла вот эти, стирают. Стерла, опять выиграла, 20-50 выиграла. Ещё взяла. Я раз в восемь, наверное, брала. Уже толпа собралась, все стирают. Они не выигрывают, я выигрываю. В тот же день муж Надежды Вячеслав выиграл 35 тысяч. А Надежда и ее мама сели смотреть розыгрыш лотереи. 25-го начинается розыгрыш. Мы с внучкой садимся, с правнучкой, выигрывать. Я, ну, ещё два числа у меня осталось. 36 и 10, ну, давай, давай, 10, 36, 36, 10. Я говорю, ну, всё, объявляют. Выиграли два билета, Санкт-Петербург и Москва. Ваш выигрыш – автомобиль. Я сначала, конечно, обрадовалась, потом засомневалась. А вдруг какая-то ошибка. Надо же проверить его, очень убедиться. И вот стали проверять, увидели, что выигрыш, и тут началось. Такого танца не было никогда. Чем, как нетипичной для Питера, мистикой можно назвать все те суммы, которые неожиданно оказались в семье Васильевых 25 февраля 2018 года. Но сама Надежда видит в этом не чудо, а закономерность. Ну, я считаю, что никакого секрета нет. Мы просто очень много планируем, ставим перед собой цели и добиваемся их. Очень много думали о том, что нам нужен автомобиль. И вот мы его выиграли. Выигрыш Надежда Васильева решила взять в денежном эквиваленте. Этой суммы хватило не только на новый автомобиль, но и на подарки для Валентины Васильевны. Ведь именно она счастливой рукой приобрела для семьи выигрышный билет. Самый важный подарок – новые очки, чтобы хорошо видеть цифры во время просмотра будущих розыгрышей. Следующая цель, которую мы ставим перед собой, это покупка квартиры для девочек. Мы верим, что мы сможем выиграть большую-большую сумму. В идеале, конечно, джиппот. И осуществим все свои оставшиеся мечты. Везет же людям, повторю я. Но замечу, что без лотерейных билетов семья Васильевых никогда бы не узнала о своем везении. Да, дорогие телезрители, надеемся, что история семьи Васильевых из Санкт-Петербурга настроила вас на победу. А сейчас настало время приступить к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда 307-го тиража жилищной лутереи. Размер выигрыша вы увидите на ваших экранах. Запускаем лототрон. 58. Номер 58. 22. Шар номер 22. 63. Номер 63. 46. Номер 46. 33. Шар номер 33. 1. Номер 1. 48. Номер 48. 73. Номер 73. 14. Номер 14. 65. Шар номер 65. 27. 27. Номер 27. 38. Шар номер 38. 66. 66. 42. Номер 42. 68. 68. Номер 68. Номер 68. 25. Номер 25. 71. Номер 71. 82. Номер 82. И стоп игра! Стоп игра! Это был последний ход сегодняшнего тиража жилищной лотереи. Сегодня в лототроне осталось 4 шара. Это шар номер 4, 34, 35 и шар номер 80. Эти номера зачеркать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит, вы выиграли. 307-й тираж жилищной лотереи завершен. И сейчас у нас есть отличная возможность лично поздравить одного из новоиспеченных обладателей загородного дома. Попробуем дозвониться? Пробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория Панина, рядом со мной Илья Минин. Добрый вечер. Мы ведущие жилищной лотереи. Как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста. Александр. Александр, добрый вечер еще раз. Скажите, пожалуйста, у нас есть информация, что вы приобрели билеты на 307-й тираж жилищной лотереи. Сколько у вас билетов? Я уже не помню, но один точно. Один точно. Уже хорошо. А откуда вы, Александр? Из Москвы. Александр, нескромный вопрос. Вы женат? Ну, как бы да. А тебе-то зачем? Как бы да. А жена сейчас рядом? Александр. Да. Как зовут супругу? Галина. Галина. Александр. Мы позвонили не просто так, не просто познакомиться, а еще и сообщить радостное известие. Вы выиграли загородный дом. Спасибо. Пожалуйста, не кладите трубку. Я уверен, у вас есть очень много вопросов, которые вы можете задать нашему редактору, а он с радостью на них ответит. Сейчас настало время подвести итоги сегодняшнего тиража жилищной лотереи. Итак, сегодня выиграла 117 170 билетов, а всего было разыграно призов на общую сумму 31 382 050 рублей. Ну что ж, друзья, наша программа подошла к концу. В следующем 308 тираже жилищного лотерея мы будем разыгрывать 10 квартир и множество денежных призов. А сумма гарантированного суперприза вновь составит 200 миллионов рублей. И ровно через неделю, 21 октября, мы с Викторией, как и всегда, будем ждать вас в своем доме в 17 часов 30 минут на канале Домашний. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok